всем привет продолжаем разбирать gold dot вижу так и сегодня на повестке дня у нас сделать по руководству спаунинг мог то есть сделать так чтобы мобы появлялись появлялись ну что ж продолжим так и чё нам надо тут нам надо тут говорят добавки в мэйн сенту есть главная сцена должна будет там спавнить или там делать так чтобы появлялись могут так так значит нам нужно добавить патчи 2d назвать мог патч ребенком в мэйн главный сцена так так то есть вот наша главная сцена и добавляем узел и узел нам сказали патч 2d есть и называем его так как сказать и так чё дальше дальше надо выбрать где-то кнопка dd point а вот так а где наша сцена вот это я так понимаю ну да вот это и так нам надо выбрать add point add point это вот и такой select point вот add point и судя по погибки проделать следующие шаги 1 2 3 4 и и что-то там дальше чем у нас там дальше сейчас я досмотрю 3 4 потом нажать вот это типа соединить я понял хорошо так давайте я наверное блин ладно ёлки-палки контроль y нет вот это я перемещу сюда чтобы не мешал и давайте добавлю еще раз патч 2d нет никто удалить вот вот и добавляем точки а что это за . так нажимаю добавляю там сюда там сюда 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 4 атаку да и нажать вот это то что у нас закрыть закрыть хорошо сделал дальше чё дальше а нам надо даже было после 4 закрывать ну давайте я вот так вот надо вот так что дальше дальше нам надо добавить вот написано дочерний узел вот мог под и назвать его мог спам локэш и так надо нам на патч фоллов 2d берем об патч добавляем патч фоллов 2d не знаю перемещу его сюда и называть его надо вот вот так есть готово теперь теперь нужно нужно добавить скрипт мэй да у нас по моему мэй на нету я выберу главную сцену и добавим скрипт скрипт все нормально нет не все нормально мэй а вот а тут для каждого еще можно добавлять скрипт для каждого узла еще свой скрипт но нам надо для мэй на для главной сцены сделать и и и и вот это скопировать вот это я скопировал так чё дальше так дальше перейдя нить и моб сцену из файловой систем панельки и положите его мог пропор свойства майно ну майно вот вот я выбрал и вот да здесь здесь действительно есть свойства моб вот значит нам надо перетянуть моб сцену вот она даже подсвечивает куда есть сохранили чё дальше дальше выбрать плеера а плеер чё наверно сцену они скорее всего майн сцена вот выбрать плеер а дальше соединить хит вот хит есть и коннект 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 вот так 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 он плеер хит есть дальше чё да так надо было еще назвать функцию эту game power чего я не сделал поэтому я попробую так дисконнект сделать и наши пять коннект и наверно вот так вот что ли game power да а это я наверное удалю это с прошлого раза осталось так и в шесть работает работает так и чё тут надо гейма в гейму и мы мы по это не тут это вот тут то ошибочка но как ее из управлять управлять как и исправлять я уже знаю есть у нас так они уже нету сейчас еще раз так это мы останавливаем таймеры мог таймер стоп и скортайм стоп а а вот этот таймер он у нас срабатывает и нежды поэтому его останавливать не надо это мы помним да там в прошлом видео мы в свойствах указывали что таймер должен сработать ваншот один раз так и new game нам надо добавить функции хорошо это game power а вот функции new game так new game запускает спаунит как бы нашего игрока и старт таймер то есть запускает и таймер а это таймер ваншот свойства у него и он запустится только один раз отработает дальше сейчас нам надо подсоединить сигнал таймаут к каждому этому узлу таймера так ну это наверно делается вот здесь таймаут коннект окей дальше таймаут коннект и старт таймер таймаут коннект есть есть у нас 3333 теперь стартай блин старт таймер вот он здесь у нас запускаются таймеры для мобов и для скор таймер какой-то дальше скор таймер это что-то там будет увеличивать секунду секунды наверно или чё так а теперь моб таймер а вот моб таймер у нас тут немало текста так в уточнении текста кода в моб таймере мы будем создавать моба у нас случайная позиция у нас будет и и и и и и он будет двигаться до двигается автоматически поворачивается короче это все мы устанавливать не будем давайте я скопирую посмотрим так это мы будем спавнить даже не спавнить моба это у нас каждый раз будет вызываться для моба так так а не спавни да вот а тогда chill вот здесь было написано чтобы добавить моба на сцену используйте это дачил вот он так вот мы типа создаем его дальше направление считаем дальше позиция дальше опять направление случайное направление короче поворачиваем ладно чё делать дальше так это описание каких-то функции дегри градусы в радианы и радианы в градусы но это понятно я думаю уже с этим сталкивались до что нужно переводить из одной системы в другую градус так что тут final наконец-то да мы подошли завершающей части так но тут написано это последняя часть и это юай интерфейс юзер интерфейс в этом юзер интерфейсе надо как минимум да вот кнопку перезагрузки restart и написать game over если игра закончилась так нам нужно создать новую сцену и добавить так новую сцену вот назвать д худ чё так это юзер наверное это хуман может быть ну да ладно давайте создадим новую сцену и добавить добавить канвас лэйр вот он канвас лэйр и назвать его худ тогда но сцена наверно так и назовем дальше 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 нам надо подобавлять вот эти вот кнопочки и сообщение и еще что наш так 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 канвас лэйр что это такое это узел позволяет нам рисовать наши элементы поверх игры так так чтобы информация не была перекрыта никакими игровыми элементами по типу игрока или моба вот так что мы будем тут рисовать наша информация будет содержать точнее наш этот лэйр следующую информацию скор таймер сообщение game over или get ready и кнопка старт понятно значит нам нужно добавить два элемента лэйбл это будет текст дальше баттон и дальше таймер ну ну хорошо так значит это так понимаю все ну сюда добавляйте надо хорошо лэйбл раз дальше лэйбл 2 дальше баттон и таймер баттон и так таймер и так как их назвать первую скоро лэйбл есть вторая мастер лэйбл есть дальше старт баттон и мы сочетаем да ну да по-хорошему было бы все это как-то пора растягивать ну да и хотя бы какой-то текст по ходу а то их таки не видно скоро давайте вот так вот выравнивать не буду как-нибудь в короче повешу так дальше это у нас это у нас текст мы совершим все равно изменится так эта кнопка старта на пусть будет где-то вот тут текст старт и message о а где этот таймер message ну вот я выбираю кнопки а мы сочетания нет она это же просто таймер так чё нам дальше надо сделать здесь какой-то есть лаяут вот тут нарисовано что 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 view есть и лаяут я что-то только view вижу а лаяута не вижу почему а вот вижу вот я выбираю а все понятно то для каждого юайного элемента можно выбрать его там но расположение то есть по центру не по центру давайте по центру ой 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 что сделала на не буду с этим играться на это время тратить так пусть это все вот эти вот координаты их выставлять не буду это понятное дело чё нам тут можно изменить в этих лейблах можно тут текст поменять но точнее шрифт выставить где тут кастом фонд а вот свой шрифт цвет и все такое нет время тратить не буду дальше нам нужно добавить скрипт скрипт в этот худо ну давайте сделаем есть дальше 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 понятно дальше дальше нам нужно сказать главной ноги когда кнопка была была нажата да так шоу-месседж давайте шоу-месседж и и и и чё тут дальше так но это сигнал мы объявили сигнал что у нас будет такое и он говорит главной ноги чтоб какая-то кнопка была на что понятно так теперь нам нужно месседж таймер подкорректировать свойства и установить время ожидания в 2 и установить one shot property ну включить one shot дату единожды одно срабатывание так время ожидания 2 one shot включили есть дальше 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 шоу game over эта функция будет нам показывать что собственно говоря game over есть дальше апдейт скор это функция будет обновлять нашел нашу нашу вот эту вот скоро что я такое что я не понимаю очки какие-то или чё но мы мы увидим этому так идем дальше нужно соединить сигнал тайм-аута и месседж таймера и кнопку пресс от старт батон ну короче это мы делаем идем сюда создаем сигнал есть и дальше кнопку берем и пресс от конект есть так теперь у нас вот есть сигнал таймера и функция по обработки нажатия кнопки так когда мы нажимаем кнопку старт баттон вот то судя по коду на кнопка она прячется и возбуждается сигнал старт гейм я так понимаю в моей ноге нужно еще обработать этот старт гейм есть дальше а в месседж таймере когда он сработает то мы прячем мы прячем месседж клей вот то есть то есть прячем что вы прячем вот это ну кнопка прячется когда мы нажимаем на нее а вот это прячется когда срабатывает таймер так так чё дальше теперь нужно connect функция функциональность связать функциональность нашей вот этой сцены из нашей главной сцены чуть для этого надо сделать надо надо соединить наш сигнал старт гейм с new game функции блин хорошо наш сигнал старт гейм соединить так а как наверное сейчас так ну судя по всему вот так вот надо надо нам нужно вернуться в главную сцену вот она и сделать по аналогии отчетность а по аналогии с тем как вы перемещали игрока до мне надо перетянуть или тут брать или как 4 не врубил я вроде так перетягивал кто помнит игрока в мире мне надо выбрать главную сцену ну а может быть добавить что-то я забыл реально забыл как я это делал так это я сохраню это сохранил вот главная сцена так так а как я перетягивал вот вот этот ее сюда нет ее вову сюда на в мэнсену добавил так добавил да 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 это я пропустил просто теперь надо соединить да ну давайте как его соединять старт гейм сигнал с на ну давай попробуем вот старт гейм коннект а с чем соединить блин а вот как то как же это соединить наверное здесь надо написать наверное надо написать так давайте еще раз посмотрим главная сцена этот скрипт болен она так у нас есть что у нас есть у нас есть вот функция new game ладно берем мы выбираем выбираем старт гейм выбираем соединить с чем мы будем соединять соединять наверное будем вот вот так вот и все сделаю покатит о прокатило прокатило зашибись да вот с new game соединили есть значит когда я нажму на кнопки на кнопки где наш наш юайка а вот то я возбуждаю сигнал старт гейм соответственно этот этот сигнал вот он соединен с главной сцены вот с new game ну и соответственно у нас по идее стартанет игра так дальше что тут в new game new game нам надо обновить так сообщение и чем вот так вот походе елки-палки ошибка почему а потому что наверно нет наверно нужно чтобы везде было одинаково вот так да нет ошибок так дальше в гейм овер нам нужно нужно что-то вызвать функцию из худ так где-то гейм овер вот вот так да болит короче вот такая ошибка вот решается вот с помощью их нехитрых действий то есть я все перемещаю на одну линию а потом enter и расставляю потому что вот копируя здесь могут быть какие-то еще символы которые здесь не видны и и в результате не собирается так и наконец-то добавить это в он скор таймер скор тайм-аут он скор таймер тайм-аут вот так вот нет это неправильно нам и нам это надо в мэйне где тут мы а так это мэйны есть а ну да все верно так что это такое это мы обновляем вот это сообщение ну который вводит нам наши очки так сейчас все готово так так нам нужно выбрать главную сцену и чё и нажать play на play сейчас не будет потому что нужно выбрать главную сцену главная сцена вот мэйн будет так так опача смотрите кнопка старт мобы появляются только они почему-то не двигаются и game over старт вот я еду до троту старта чё не не едут где-то чё-то короче тут он есть звуковые эффекты какие-то части еще это материалы можно да так а почему у меня этим оба не едут вот вопрос он мог таймер тайм-аут странно где-то что-то я не сделал нашел нашел причину да я не внимательно это сделал ну так как это же я пишу уже наверное четвертый день это по утрам поэтому да есть элементы невнимательность короче вот здесь был почему они не двигались потому что ну как бы не задавали то ли скорость вот вот здесь комментарий меня этот смущал я когда скопировал тоже смотрю блин но под комментарием падеж что-то должно быть ну типа думаю ладно потом 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 она не потом вот оно было я не все скопировал вот ключевое но на самом деле не ключевое оно ну сейчас вы увидите что получилось как вы видите игра довольно таки интересная игра довольно таки интересная вот но я не успел вернуться но хоть как-то играть да можно можно вот и пытаюсь вернуться почему они не анимируются тоже скорее всего где-то что-то я попал блин пропустил пропустил есть убили но 12 очков собрал так но я думаю все звуки я уже добавлять не буду с этими шрифтами это уже такое дело вкуса посидеть поиграться здесь уже особо не надо ничего записывать вот поэтому поэтому давайте на завершение все-таки клад сну спрайты и почему 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 непонятно мог вот же у нас есть типы вроде выбирается случайным образом анимации и должна анимироваться ну что-то я упустил ну короче на этом все дальше я думаю проходить ближайшее время пока не будет потому что есть еще какие-то движки их надо покупать посмотреть он тут физика еще есть на самом деле движок довольно таки вот этот неплохой возможности здесь немало но здесь нужно сидеть сидеть внимательно читать внимательно это все проходить вот вот эти вот руководство и целом то особо особых сложностей я не заметил то есть это просто нужно набить руку как говорится и дальше 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 работать себе создавать что-то какие-то игрушки знакомиться с движками потому что все движки плюс-минус да можно сказать однотипные ну то есть подходы этом реализации разные подходы давайте попробую я закрыть напоследок и чё у нас тут есть в примерах ну вот чё-то android какой то есть это готовые примеры он 3d и 2d ну давайте откроем почему бы и не до чтобы вы там не запускали себя не так что это такое а вот вот сразу возможно дите 2d бежит а вот 3d и вон даже источник света есть и ну не круто прикольно вот давайте сейчас я несколько проектов таких открою а вы уже посмотрите и и и и и если кто еще не решился может решиться на думает о скачаю к тем более это в стиме это движок есть в стиме так чего бы такое открыть кинематик его из-за и из-за метрик гейм из-за метрик гейм прикольно смотрите-ка круто круто а где скрипты вот тролль скрипт вот это и все ну а давайте запустим тролль как им управлять но без анимации понятно о класс среди круто двери может быть их так пробел enter короче он не бьет я думаю можно это сделать но в целом добавить анимацию вон столкновение есть и ходить до какую-то свою diablo делать типа diablo круто круто чё тут еще давайте еще попробую пару проектов готовых это уже как бы готовые проекты то есть можно скачать и вот и и и и сидеть повод джойпад android чё за android а а я ничего не понял купи не какая-то фигня ребята это надо читать так последний последний пробую какой-нибудь час выберу уже полчаса пишем ничего себе так но я думаю примера еще можно по находить вот эти вот шаблоны есть какие-то можно даже думаю какой-то сторонний сайт категории и он есть по рейтингу это готовые шаблоны для каких-то готовых игр и здесь как мы видим 9 страниц так ну давайте вот здесь кинематик юзил лайт маски не нам не надо давайте на а система частиц до типа будет огонь гореть ух ты круто давайте запустим ну и горит но горит и горит ну что то говорить ну короче возможности здесь немало поэтому если вас заинтересовало ребятки то давайте давайте запускайте стим устанавливать и движок и вперед создавать игры вот ну а за сим прощаюсь всем спасибо за внимание по данному движку больше в ближайшее время обзоров не будет буду пытаться смотреть что-то другое другие движки другие темы много очень много еще работы а времени нет поэтому еще раз всем спасибо за внимание подписываемся ставим лайки делимся комментируем и все такое всем пока